Международные армейские игры 2015 на полигоне в Дубровичах продолжаются. Начался основной этап авиадарца. Конкурс рязанских строителей. Итоги подвели в здании городской администрации. Из Аляски с приветом рязанские путешественники продолжают движение по запланированному маршруту. Впрочем, рассказ пойдет не только об этих, но и о других городских событиях. Ну, а теперь обо всем подробнее. Сегодня стало известно, что в Рязань прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он посетил наш город, чтобы проинспектировать организацию проведения конкурса летного мастерства авиадарца 2015. Несмотря на трагические случаи с падением вертолета Ми-28Н, соревнования среди летчиков России, Белоруссии, Китая и Казахстана будут продолжены. Кстати, на полигоне в Дубровичах появился памятник погибшему пилоту вертолета полковнику Игорю Владимировичу Бутенко. К подножию памятника зрители и сослуживцы несут цветы. А сегодня начался основной этап авиадарца 2015. Он включил в себя полет уникальной сложности, стрельбу с воздухоподвижившимся мишенем, воздушный бой, бомбометание, а также воздушную разведку. Напомним, что международные армейские игры продлятся до 13 августа. К другим новостям. Во вторник состоялось расширенное заседание правительства Рязанской области. На нем региональный министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Валерий Матюхин проинформировал участников заседания о региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые используются для расчета размера субсидий гражданам. Кроме того, он доложил об изменениях в программах по капитальному ремонту многоквартирных домов. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев призвал активнее работать сотрудников региональной жилищной инспекции. Цель улучшить качество оказания жилищно-коммунальных услуг. Про работу Рязанской жилищной инспекции люди практически не знают. Есть организация, есть. Как она работает, каковы результаты, что они делают по жалобам людей. Не знают люди. Поэтому в связи с этим поручение. В течение недели Ивану Сергеевичу Миронову и Ахметову под контролем Ахметова разработать форму отчетности, которая была бы короткая, ясная и понятная для нас. Еженедельная отчетность жилищной инспекции. И подавать справку к каждому заседанию правительства в понедельник, как обычно делают все другие ведомства. И в продолжение жилищной темы. В Рязани названы лучшие многоквартирные дома 2014 года постройки. Победители определяли сегодня в здании городской администрации в рамках проведения 7-го некоммерческого конкурса «Доминант». В преддверии профессионального праздника Дня строителя. 5 августа в Малом зале городской администрации состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса строительных компаний Рязани «Доминант-2015». Всех собравшихся поздравил глава администрации Олег Булеков. Любой бизнес, в том числе и строительный, а может быть и во главе строительный бизнес, все-таки должна быть конкуренция. Только в конкурентной борьбе может быть высшее качество, только в конкурентной борьбе может быть ниже цена. В рамках 8-го некоммерческого конкурса участниками стали 17 компаний. Три призовых места и гран-при получили ведущие строительные гиганты города. Вообще-то самый высокий дом построил в городе, а третий место. Хорошо, что заметили. Организатор конкурса, эксперт в области строительства Денис Абраков отметил значимость некоммерческого статуса конкурса. По его словам, выбор победителей происходит на основании честного отбора. Всего в конкурсе 21 критерий. Мы оценивали и, как я уже сказал, и уровень благоустройства, и внутреннюю отделку, и планировку, и применение инновационных энергосберегающих технологий. Здесь целая гамма критериев, потому что хочется, чтобы оценка дома была максимально объективной. Это одна из важных целей конкурса – дать резонансам достойный ориентир для приобретения квартир в уже построенных домах. Основная цель конкурса – предоставить резонцам достоверную информацию о строительных компаниях, которые качественно возводят жилье, создают для своих клиентов оптимальные условия приобретения квартир, и после сдачи у жильцов не будет проблем, связанных с эксплуатацией. А сейчас о происшествиях. Рязанские следователи ведут проверку по факту несчастного случая, произошедшего еще в понедельник на игровой площадке, расположенной по улице Советская армия. Там, напомним, на 13-летнего подростка упали футбольные ворота. По предварительным данным, вечером 3 августа 13-летний мальчик вместе с отцом находился на детской спортивной игровой площадке, которая расположена в парке по улице Советской армии города Рязани. Играя несовершеннолетний, залез на металлические футбольные ворота, которые упали. Ребенок с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту травмирования несовершеннолетнего, упавшими на него футбольными воротами, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области, в настоящее время проводится доследственная проверка. Надо сказать, что сейчас уличные площадки пользуются весьма большой популярностью среди жителей города. Причем оборудованные тренажерами площадки стали местом досуга и отдыха как молодежи, так и взрослых людей. В Рязани существует 9 спортивных площадок с уличными тренажерами, однако далеко не все из них содержатся в надлежащем состоянии. Практически все они появились буквально пару лет назад, открывали их в торжественной обстановке, как правило, при мероприятиях, приуроченных городским праздником. Заниматься на уличных тренажерах могут жители практически всех районов города, благо, что они все-таки расположены в географической близости по месту жительства. Ежедневно их посещают десятки рязанцев, но далеко не все любители активного образа жизни бережно относятся к имуществу. Пожалуй, самый большой и оборудованный – это парк имени Александрова в Дашковой песочне. Несмотря на свою молодость, он уже подвергался нападкам вандалов. Когда прошлой зимой двое парней из Обавы Ради отломали баскетбольные кольца, поломали лавочки и порвали в нескольких местах сетку ограждения. Мотив вандалов, как обычно, не вполне понятен здравомыслящему человеку. Однако с тех пор, как в парке поорудовали полупьяные архаровцы, спортивный инвентарь не восстановлен. Да и другие тренажеры постепенно приходят в негодность. Ну а произошедший в понедельник случай с падением футбольных ворот на 13-летнего подростка на площадке в Дашковой песочне продемонстрировал необходимость проверки всего оборудования для занятий уличным спортом. Кстати, пока видеоматериал готовился к эфиру, стало известно, что глава администрации Рязани Олег Булеков подписал постановление, согласно которому создана межведомственная комиссия, которая проведет обследование всех детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории областного центра. Проверки на безопасность уличного спорта инвентаря начнутся уже в ближайшие дни. А сегодня в здании облправительства чествовали тренеров, спортсменов и любителей активного образа жизни за вклад в развитие и популяризацию спорта. Церемония приурочена ко дню физкультурника, который пройдет в эту субботу. Как известно, в здоровом теле здоровый дух, а занятия спортом не только полезны, но и необходимы для того, чтобы быть действительно здоровым человеком. В современном мире технического прогресса очень трудно заботиться о своем физическом состоянии, что, естественно, сказывается на здоровье. И, несомненно, радует то, что в последнее время спорт становится одним из основных направлений современной жизни. Каждый год во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника – профессиональный праздник всех тренеров, спортсменов, учителей физкультуры и простых любителей здорового образа жизни. В правительстве Рязанской области сегодня награждали и присваивали спортивные разряды людям, которые не понаслышке знают, что такое спортивный образ жизни. Александр Леонидович Архипецкий был награжден почетной грамотой от Министерства спорта Российской Федерации. Начальник сектора физкультуры, спорта и туризма Захаровского района со спортом вот уже много лет. И считает, что у подрастающего поколения есть все шансы вырасти здоровым и спортивным. Я скажу, во-первых, сейчас вводится комплекс ГГТО. Это очень большой подспорт для спорта. Так что, я думаю, все будет лучше. А вот молодое поколение подрастающего стремится к каким-то занятиям? Ну, как сказать, в школьнике очень даже здорово. Входят секции. И вот такие от 18 до 29 очень активно занимаются спортом. Стоит отметить, что развитие физической культуры и массового спорта являются приоритетными в работе правительства Рязанской области. Для этого в нашем регионе создаются все необходимые условия. А вплоть до 10 августа во всех 29 муниципальных образованиях региона пройдут более 200 спортивных мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня физкультурника. В этом году мероприятия приурочены к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Участие в них примут более 50 тысяч рязанцев и гостей региона. И, конечно, всех, кто дружит со спортом, с праздником. Но если пока дружба не сложилась, ничего страшного. Начать вести спортивный и здоровый образ жизни никогда не поздно. Сейчас многие оперативные службы в свою повседневную работу стараются внедрять и использовать новые современные технологии. Однако, разумеется, не всегда они оказываются эффективными. Порой добрый и даже задушевный разговор с нарушителями делает свое дело. Так, рязанские судебные приставы уже регулярно вместе с собой на рейды по алименщикам приглашают православного священника. Такое сотрудничество приносит и положительные результаты. Репортаж снят при содействии наших коллег с Касимовского телевидения. 3 августа судебные приставы Касимовского районного отдела, собираясь в очередной рейд по адресам проживания неплательщиков алиментов, пригласили для участия в нем клирика Касимовской епархии и ерея Владимира Правдолюбова. Возможно, священнослужитель поможет достучаться до сердец нерадивых родителей. Однако, встреча с первыми должниками состоялась уже в районном отделе. Должники по алиментам Андрея и Оксана пришли на прием к судебному приставу. То, как вы себя поведете, так поведут ваши дети потом. По отношению к вам, по отношению ко всем окружающим людям, по отношению к своим детям. Это, как вам сказать, такой клубочек, который начинается с родителей всегда. И обычно обратно он к ним прикатывается под старость. Истории у них похожи. Оба не раз привлекались к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Их общий долг перед своими детьми составляет почти полтора миллиона рублей. Только вот реакция на встречу со священнослужителем у них была разная. Андрей не стал слушать отца Владимира, объяснив это тем, что в Бога он не верит. И ему нужно спешить домой, к больной матери, за которой нужен уход. Но ответить на вопрос, почему же он не спешит ухаживать за своими несовершеннолетними детьми, мужчина не смог. Вы меня здесь держите, а у меня сейчас мать одна дома лежит. Она может поесть хочет, попить. А дети ваши есть хотят, пить хотят? Хотят, я ничего не говорю. А почему вы не... Так сколько уж им лет-то? Вы не знаете? Я в 16 лет пошел работать сразу после 8 класса. Я есть, пить не просил у матери. Алексей Андреевич, 2002 года рожден. Вы считаете, что он должен пойти работать? Пока что нет. А почему тогда вы не оплачиваете алименты на его судьбу? А почему вы мне такие вообще претензии ставите? Я в Бога не верю, ведь цепочку вот не ношу. Ну это хорошо. До свидания. До свидания. Оксана, мать двоих детей, внимательно выслушала священнослужителя и пообещала, что в ближайшее время найдет работу и начнет выплачивать алименты. Отец Владимир отметил, что эту женщину он нередко видит в храме. И, возможно, она встанет на путь истинный. Положительный опыт коллег из других областей. Мы решили пригласить священнослужителя для участия в рейде. По вопросу невыплаты алиментов, если проводить почаще беседы с должниками, то мы можем достучаться до их сердец. Далее Касимовские судебные приставы вместе с отцом Владимиром поехали по адресам проживания должников. Дома удалось застать только одну неплательщицу. Она также уже привлекалась к уголовной ответственности. Сумма ее долга перед двумя детьми составляет свыше 500 тысяч рублей. Священнослужитель долго беседовал с нерадивой матерью, объясняя ей о необходимости уплаты алиментов и участия в воспитании своих детей. Подводя итоги проведенного мероприятия, отец Владимир отметил, что дальнейшая работа судебных приставов и Касимовской епархии в данном направлении будет продолжаться. Между тем, сейчас продолжается экспедиция рязанских путешественников по Аляске. Эта экспедиция, напомним, проводится под эгидой Русского географического общества. Наши путешественники продолжают изучать наследие России на территории современной Аляски. Сейчас экспедиционная группа во главе со своим руководителем Героем России Михаилом Малаховым без особых трудностей, благо позволяла погода, пересекла озеро Ильямна и достигла поселка Кокханак, что находится на берегу этого живописного озера. Деревня Кокханак расположена на южном берегу озера Ильямна. Здесь всего 130 жителей, но по Аляскинским меркам это совсем не маленькая деревня. И здесь есть весь набор необходимый для проживания. Есть школа, кстати, очень хорошо оборудованная, современная. В ней занимаются 25 учеников. Есть почта, есть магазин, есть клиника и, естественно, помещение для местной власти. А также необходимый для всех деревень на Аляске аэропорт, куда могут прилетать самолеты, как колесные, так и приземляться на водных лыжах. Деревня не имеет непосредственного отношения к истории Русской Америки, поскольку она появилась уже после того, как Аляска была продана Соединенным Штатам в 1867 году. И первыми поселенцами этой деревушки, а ее основали для того, чтобы выращивать здесь олени, добывать мясо для пропитания местных жителей, были люди, которые имели непосредственный контакт с русскими промышленниками и исследователями. Наши земляки принесли сюда элементы русской культуры. Например, в поселке сохранилась церковь святых Петра и Павла. Рядом расположено кладбище, где хоронят соблюдением русской традиции. Соблюдают здесь и святки, а многие жители до сих пор носят привычные русскому слуху имена. В поселке можно встретить и Ивана, и Георгия, и Аграфейну, и Василису. Так что русская история еще не ушла с Аляски. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет главный врач Рязанского областного клинического кардиодиспансера Дмитрий Ракита. И речь в беседе пойдет о медицинском учреждении. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в завтрашнем эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин